всем привет дорогие друзья нормально это на идет по делам друзья вот эти карты мы печатали сами большие большие карта ла не можете забрать их в туристическом информационном центре алании ну а сегодня наше видео не об этом сегодня наше видео о русской девушки которая занимается у которой свое ателье по пошиву одежды и в свой обеденный прерыв я решила съездить к ней у меня накопилось очень большое количество брюк они хорошего качества но мне не нравится уже у них форма я хочу их чуть-чуть укоротить и в общем подшить под себя поэтому поедем посмотрим расскажу вам про нее потому что многим интересно чем же занимаются русские здесь ну и конечно же расскажу о ценах на пошив одежды на то чтобы укоротить штаны подшить в общем все все что вам может ну что друзья мы уже приехали к моей партнете зовут ее татьяна я уже померила все штаны которые мы будем перешивать и сейчас пойдемте я вот с ней познакомлю вот так вот выглядит мастерская парт порт нихи правильно же парт ниха или парт шашвейная мастерская вот эти все штанишки нужно будет перешить укоротить в общем подшить ну да чтобы они не валялись в шкафу татьяна как вы сказали не растро не расстраивать себя выкидывать вот этим что нам 7 лет наверно точно татьяна расскажите как получилось что вы занимаетесь этим делом как вы оказались в турции почему вы занимаетесь здесь этим делом я родилась иголкой с ножницами скажем так я детстве шью я очень рано начала шить в семь лет вязать а в 12 я уже шила очень хорошо шила вещи даже просто в 12 12 уже шила но несложные юбки в 80-х годы наверно 90 когда на резинке юбка на периспорке карманы большие там туники вот такие вот я уже делала мама работала у меня на шелковом комбинате часто домой принесла ткани вот и я первые работы я для кукол делала а потом уже стала себе маме красивые наряды на восьмом классе в школе я уже шила и хорошие вечерние платья такие шелковые в восьмом классе но это да это улице это училище это было вот как бы определено было до училищей мы в последнем последний год восьмой класс возили нас в разные училища показывали какие можно профессии получить вот однозначно было училище швейное профтехучилище в черкасах был отряд еще барабанщиц что мне очень понравилось в процессе я стала в отряде барабанщиц тоже у меня такая очень социальная активная жизнь и очень много шила очень много шила в конце училища мне предлагали остаться преподавать да пойти закончить университет и преподавать ну шить очень нравится сам процесс мне очень нравится и вот все что вы носите вы сами шьете практически все да практически все там какой-то период покупала сейчас вот все шью и дети у меня тоже пижамки это вообще без проблем да спортивный сын очень любит одевать мои вещи он хвастается друзья у меня этикетка смотри это мама делала часто не верят друзья да я все время шью был какой-то период когда я переехала в турцию вышла замуж и у мужа был кожаный бизнес свой там мы занимались как бы своим бизнесом да но я все равно зимой шивом все равно себе чем-нибудь шила там какие-то покажите пожалуйста ваши ваши крыса вашу красоту очень люблю изделия по генном стиле вот сколько уходит времени примерно шить вот такое вот платье 5 какая-то ткань это лен лен и какова стоимость такого платья за счет ручной работы кружева это турчанка делала одна моя родственница вот она привезла мне набор таких вот салфеток а я салфетки использовала для украшения то есть это все ручная работа а вот тоже такая это я покупала на платье из вискозы очень легкий у всех наших девочек матрешек по и платья практически уже есть то есть получается это платье вы шьете по каким-то лекалам или сами и бурды лекал обычно иногда и сама делаю но в основном вот уже одно из моих любимых платьев богином стиле я украшаю брошь это тоже лен ой потрясающий да ткани я привожу со стамбула к большому какого плана вещи вы можете шить вот платья футболки брюки вот костюм например шелковый красота на лето я его видела на фестивале и в сколько вот стоит такой костюм по все вместе детские платишки просто обожаешь ой какая красота и сколько детские платишки это только за работу я делаю из нет это я делаю из кусочков из остатков поэтому такие вещи экономные детские очень то есть и работает конца рамка 40 лет например вот такой 60 это уже побольше возраст тоже для постарше и на подкладке шьются как ну как как фабричное изделие я училась а вы не делаете свои этики там нет фирменная ваша есть у меня а вот на детском на этом есть мой красота у вас так и называется шейная мастерская талия это талия 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 это я в интернете когда искала что-нибудь такое подходящее под имя и интересно что было талия это талия космет и шанс на арабском успех удача хорошее имя такое мы потом похожи с обычно с нашими вы работаете с разными тканями тоже да вот например моей дочери на 18 лет на вечеринку я шила такое платье как оригинал в интернете мы увидели ну и попытались сделать что-нибудь похожее но это очень необычный у нас партия была и было просто вот замечательно она мне девушка высокая здорово повезло вашей дочери конечно с рождения вкус прививает хотя она сама очень уменьши абсолютно такие вещи также вот из кусочек небольшие какие-то кусочки и сколько такая стоит но это ручная вот эта работа я вырезала и нужно их буду пришивать самый необычный заказ который вам когда-то заказывали как костюм был такой они работали с огнем такие иллюзионисты да с огнем работают необычные формы у девушки были рога большие очень такие ходуны в виде костыль и она была как какое-то животное и у нее этот трикотажный я не помню же точно из них мысли катажа делаю нам костюм был очень необычный я фотографии если найду у себя на странице покажу ткани ткани основном составу такие вот есть натуральные летние это какая вискоза скажите пожалуйста вот вы как профессионал какие ткани лучше всего носить летом вискоз очень хорошо она имеет свойство хлопка хотя искусственные органы стиле лозы делает но она комфортная впитывает под есть и однотонный бывают батист очень хорошо как бы хлопка натурального сейчас очень мало и он довольно дорогой а вискоза она вполне заменяет хлопок очень комфортно платье вот сегодня тоже девочка одной из наших матрешек пошила платье она через час мне прислала эсэмэску было очень приятно ну я очень довольна очень благодарна хотя простое платьишко но очень мило приятные такие вот я например этим летом начала носить только хлопок и лен и вот такие вот широкие рубашенцы и потому что очень хлопок подходит до для лета для лучше всего хлопок и лен тонкий лен лучше всего подходит на что хлопок и есть с добавлением лайкры он да 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 нет жарко да есть искусственный не всегда можешь знать точно какой есть лен который очень грубый вот например красное платье который показан да вот этот грубо умеешь это тоже довольно плотно но в нем не жарко кстати дышит там же ткань дышит лучше всего лен и хлопок конечно и знаете после разговора с татьяна я знаете какому выводу пришла к тому что заказывать у портного вещи не намного дороже чем чем покупать в магазине можно купить хорошую качественную ткань и захода заказала вашей фигуре будет конечно и будет индивидуально ни у кого такого больше это татьяна расскажите многих интересует как вы попали в турцию влюбилась и приехала я вышла замуж в стамбуле мы познакомились моим мужем я приехала как бы когда все приезжали только начинали приезжать начале 90-х вот мы познакомились потом он в киев приезжал вот и так сложилось 15 лет была замужем довольно длительное время сколько вы уже здесь двадцать четыре двадцать четыре наверно самый старый житель алании из иностранцев есть расскажите нравится ли вам жить в алании в турции первый год мы жили в стамбуле большие говорят очень утомляют меня я каждый день на велосипеде например езжу на работу и с работой мне нравится что я могу передвигаться легко море очень близко свежий воздух я очень люблю жить в алании в турции вообще вторая родина даже она мне роднее даже чем украина ну конечно столько столько лет уже у татьяна также много журналов вот этот бурда мода почему бурда мода он самый самый хороший по выкройкам очень хорошие выкройки они садятся идеально если умеешь их корректировать я например могу из одной одно платье сделать из трех четырех выкройка собрать чтобы не делать свою но это не ретабельно просто составлять персональную выкройку сейчас никто не платит за это готовые изделия дешевые а у ты знаешь как ее подкорректировать ты чувствуешь клиента видишь какие у него пропорции это какой год журнал 97 это вот как раз ровно вот сколько получается 20 лет 20 лет интересно и чем она не ой смотрите ничем отличается вот такой вот был отдельно модно в прошлом году да все тоже оверсайз сети очень много аппликаций дают модели интересных можно аксессуары тоже есть отдельно выпускать журнал с аксессуарами обувь можно разукрасить ну вот оно все все то же самое яркие цвета в общем мода неважно что модно главное чтобы сидела хорошо на вот пожалуйста здесь картинки все выкроет технически кто понимает сразу можно определить ну что друзья вот такой вот вот такого да замечательная женщина я вас познакомила с татьяной я в описании оставлю ссылку на оставить ссылку оставлю ссылку на место расположения мастерской приходи да все вы успеваете делать да поэтому приходите заказывайте одежду общем или приходите просто пообщаться и купить спасибо вам большое когда мне приходить то я не спросила ну так две недели надо поставить нам срок такой вот по максимуму очень много работы ну в общем через две недели вот красивое платье я бы быстрого пошила а ремонты придется подождать это рутина в общем да в следующие через две недели я приду и покажу вам что что у нас получилось да все спасибо большое я ухожу до свидания пока пока вот так вот друзья я опять на своем мопеде сейчас еду обратно в офис и я надеюсь что вам понравилось это видео потому что вы хотели узнать чем занимаются русские здесь как они живут и нравится ли им жить в алании вот например татьяна женщина которая увлечена своей работой 25 лет живет в турции в общем вы все слышали сами поэтому на сегодня я с вами прощаюсь всем всего хорошего пока пока обязательно подписывайтесь